Всем привет! Послушав ваши комментарии, я решил немножко улучшить Хошраму Сэнджу в режиме Макутонда. Будем его улучшать, потому что мне он не понравился. Я взял новый скетчбук, и рисунки, наверное, будут лучше и проработаннее. Я решил рисунки рисовать быстро, понятно, а после я буду их улучшать, и это будет в скором виде. Это будет немножко интересней. Рисуем вот таким вот образом две линии. Конец примерно должен быть вот в этой точке. Глаз должен быть там, но мы не нарисуем до конца. Это же расстояние мы отмеряем и рисуем второй глаз. На одном же, том же уровне мы рисуем второй глаз. Как вы поняли, расстояние между глазами один глаз. Это в целом анатомия человека, человеческого лица, и Наруто придерживается этих законов. Никак. Ну, есть аниме, которые не придерживаются этих законов. Теперь, после того, как мы нарисовали две вот такие вот линии, рисуем вот такие вот прямые, длинные очень линии, которые будут идти не прямо, а немножко вбок. Можно, конечно, сделать прямо, why not? Правая у меня такая вот, почти что прямая получается. После чего мы дорисуем их верхнюю часть, сделаем вот такую вот цикличку. Опа. То же самое делаем с правой стороны. Быстрее. Отлично. Теперь рисуем брови. А, нет, дорисуем вот этот момент. Тут у нас просто вот таким вот образом, вот таким вот пунктирными линиям, скажем так. Дорисуем ему волосы. После чего переходим к бровям. А, зрачок. Как можно было забыть зрачок? Ты что? Зрачок я люблю рисовать именно таким вот образом. Смотреть снизу вверх, либо сверху вниз. Мне нравится смотреть снизу вверх. Я люблю рисовать зрачок прямо по центру. Так мне кажется красивее. После рисуем брови. Злые брови. Просто линии, которые будут показывать эмоции, да. Брови весьма удобный момент, если вы хотите показать какие-то эмоции. Просто очень удобно. Грусть, жалость. Если вы не можете показать это. Ну, бровь это вообще-то основная вещь, которую вы это будете показывать. Нос. Теперь я хочу показать, как рисовать нос. Сейчас дорисуем глаз. Да, вот эту вот форму глаза. Пам-пам. Да, вот дорисуем глаз. Я немножко взял больше, чем нужно. Ну, меньше, чем нужно, да. Но тапник показался красивее. И теперь с этой края делаем внизу на точку. Вот с центра. Вот так вот. Вы поняли, да, что я имею в виду. Вот такой вот круг. Да, вот с центра. С... С крайней точки глаза. И делаем вот такие вот моменты. Полукруг. Вот что я имею в виду, когда я говорю, что типа полтора глаза расстояние между носом и глазами. Надеюсь, теперь понятно. И так я буду объяснять теперь каждый раз. И теперь дорисуем ему волосы. Почему-то моя камера фокусируется иногда на моей руке, иногда на рисунке. Это очень сильно выбешивает реально. Ну, я не могу это исправить, потому что, ну, все же да. Расстояние между челюстью и ртом, это расстояние между ртом и носом. Чтобы вы поняли, это расстояние, да. Нос очень близко к рту, если что. Это примерно один сантиметр в моем случае рисунки. Это как первая линия, которую вы сделали в самом начале, когда вы рисовали глаз. Вот это вот три линии. Челюсть, как мы рисуем. Мы ставим около носа и крайней частью глаза точки. После чего соединяем эти точки прямыми линиями. Немножко ближе, да, вот так вот. Вот так вот, и все. Потом переходим к соединению их с волосами. Но соединяем их не до конца. Там будут уже уши. Этот хошера, мне кажется, более красивее, чем то, что было в рисунке. Просто там ужас. Я такой посмотрю сам на этот рисунок, такой, блин, это ужас. Нельзя это заливать. Ты что? Ты что? Это вообще неуважение к своей аудитории. Ты что? Ты вообще творишь три рисунка. Я их еще озвучил, если что, да. Хорошо, что я подумал, перед тем, что заливать какую-то, ну, винот. Ты посмотри рисунки. Они же ужасные. Ты что? Нельзя, нельзя такое рисовать. А вот это классно. Мне нравится. После переходим к рисованию его шеи. И перейдем к волосам. Я покажу, как можно рисовать волосы правильно, легко и быстро, да. Рисовал я хажраму 7 минут. На детализацию ушло еще минут 10. Да, краска и некоторые моменты. Я не красил рисунок карандашом. Просто некоторые детали пришлось покрасить. Потому что я допустил ошибку, конечно же, как же без косяков. Добавляем верхнюю тачку глаза. Это вот это расстояние. Центр волос и до бровей. То же самое вверх просто. Если вы поняли, что там я пытался объяснить, да. Вот это расстояние. И просто рисуем ему волосы. Мне нравится этот скетчбук. Я купил другой скетчбук, немножко подешевле. Там было просто 100 страниц и такое 100 страниц. Больше, чем 80 на 20 штук. Выгодно. И я пожалел об этом решении, потому что скетчбук немножко не очень ски. А этот скетчбук мне очень нравится. Я его рисовал в нем. Начинал вообще-то с этим скетчбуком. Я этот ютуб-канал. И я решил купить такой же, чтобы взять такой, типа... Как бы это сказать-то? Перерождение. Я тут рисую момент Макутона на память. Поэтому получилось не особо красиво. Потому что, ну, все же я не помню, как он выглядит. Пытался вспомнить момент рисования. И почему-то, потому что я не видел, как я нарисовал в левой стороне, в правой стороне. Я закрыл эту рукой. И получилось вообще неровно. Я такой думаю, блин, что творить? Что делать? Теперь нужно будет красить. Я такой сразу. Теперь надо будет красить. Я такой, ладно, успокойся, инод, успокойся. Все будет нормально. Мы покрасим. Покрасим, исправим. Делаем. Сделано по максимуму синхронно. Так синхронно. Одинаково. И все будет нормально. Чики-пуки, в общем. Такой, ну, ладно. Сейчас нарисуем теперь в центре теперь вот этот вот круг. Чтобы немножко отвлечься. Не надо на это смотреть. Не надо смотреть на этот неровные линии Макутона. Не смотрите. Мне кажется, вот то, что у Хашрама, красивее, чем то, что у Норота. Мне так кажется. Чисто. Мое мнение. Сейчас будем менять. Сейчас нарисую вот эту вот его броню. Потом будут менять. Это займет быстро. Я просто покрашу нижнюю часть глаза, как я. Это было в левой стороне. Просто сделаю немножко такой вот ребрендинг. Это будет быстро. Надеюсь, у вас не возникнет проблем рисовать эти моменты с Макутоном. Потому что я их не объяснял. Потому что, ну, сам допустил ошибки. Я тут уже после вот этого Макутона, я вообще растерялся. Не понимаю, что делать. И решил посмотреть, как он вообще выглядит. В броню. И вот посмотрел. И понял, что ты что творишь? Блин, ты же нарисовал в левую сторону, в правую сторону правильно. Чего-то левую не можешь нарисовать. И вот таким вот образом за волосами мы делаем броню. После чего мы делаем эмблему клана Сенчжу, которую я перелистну. Потому что все же это скучно. Мне кажется, каждый сможет нарисовать после краска. Теперь вот так вот я это исправлял. Да, вот так вот добавлял. Просто части правой стороны. Чтобы они были синхронные. Одинаковые. Максимально. Ну и получилось как-то так. Мне кажется, красиво. Нарисуем здесь. И добавим несколько деталей в виде шрамов. И дорисуем. Будду я хотел нарисовать туда. Я ускорен на момент в 10 раз. Если вы хотите нарисовать, я не знаю как. Но можете нарисовать. Это же просто, чтобы рисунок был красивый. Напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть следующего. Аватара я не забыл. С персонажей Аватара я буду рисовать. И я еще хочу нарисовать игроков. Понимаете, персонажей из игр. Бравл Старс я хочу нарисовать персонажей. Они весьма легкие. И просто хочу привлечь новую аудиторию в канал. Как вы смотрите на эту идею? Если вы посмотрели до этого момента, напишите в комментариях. Вы играете в Бравл Старс или нет? Как вы смотрите на это? Если хотите, то можно. Если нет, то я все равно, мне кажется, залью. Так что, всем удачи. Всем пока. Bye. Bye.